Всем привет, меня зовут Спартак Спартакович, и у нас юбилейный десятый параметр. Вот, немножко посложнее сегодня я выбрал, надеюсь, вам понравится. Спонсор сегодняшнего видео, как всегда, мой телеграм-канал. Пишитесь, там выходят задания раньше, выходят видосы раньше иногда. Я там всякие приюшки рисую, в целом там ЕГЭшечка, УГЭшечка, подготовки, какие-то опросы. Ну, то есть, в целом, довольно живое у нас там общение, просто общаемся, задаем вопросы, вместе подготавливаемся. Поэтому довольно, ну, неплохой, я сказал бы, телеграм-чат, поэтому подписывайтесь, мне будет очень приятно. Там Дуров какую-то фигню выложил, что, типа, бабки будут там после тысячи подписчиков приходить в крипте. Поэтому, почему бы и нет, поэтому, возможно, что-то эксклюзивное будет для телеграма. Я точно про это хорошо подумаю, то есть, это не на уровне идеи останется. Вот, ну, сегодня параметр, давайте приступим. Немножко от другого формата, да, обычно у нас дробь была равна нулю. То есть, здесь давайте, как уравнение, то есть, либо, ну, то есть, правило четвертого класса, да, если мы что-то перемножаем, да, то есть, если один из множителей равен нулю, то и все произведение равно нулю. То есть, либо левое равно нулю, да, мы пишем это через или, немножко не путать, да, ну, как, в принципе, прошлый, как мы делали, там тоже через или. Либо второе, правое, равно тоже нулю, да. Вот, при этом, давайте сразу добавим в системку, что у нас по условию, значит, что у нас сказано, что иксик должен быть от нуля до трех включительно, да. Какие у нас еще удзшечки сразу есть, можно сразу выписать. Ну, все, что находится, как бы, под логарифмом, да, его аргумент, он должен быть больше нуля. Это свойство логарифма, надеюсь, понятно. И все, что под корнем, оно должно быть больше, либо равно нуля, то есть, не отрицательно. Это правило восьмого класса, что под корнем не может быть минусика, да, и здесь ноль. Давайте теперь мы это чуть-чуть пронумеруем и вообще прорешаем каждый пункт. То есть, сделаем сегодня вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот сделаем. Давайте выпишем первый, да, только здесь равно нулю, сейчас, здесь равно нулю. Выпишем первый и прорешаем его вот так вот потоньше. Сегодня места, видимо, много надо, поэтому надо очень экономно как-то. Ноль можно представить, любой логарифм, да, типа в нулевой степени это единица, поэтому как бы логарифм типа единица, представляем, да, любое, ну, любое число в нулевой степени это единица, поэтому вот ноль можно представить как через любое число в ответе единица. Надеюсь, это понятно. Убираем ленки, так как все УДЗ у нас учтены, то есть 4х минус 1 равно единице, да, минус 1 направо кидаем, будет 4х равно 2 и делим на 4, отсюда х равен 0,5. Первый х. Вот так это запишем. Давайте второй пример решим, да, ну, сразу уберем корень, потому что все УДЗ у нас учтено. Что мы можем сделать? Ну, похоже, похоже на какую-то группировку. Давайте мы вот это объединим и вот это, так, а там плюсики будут, да, я правильно пример переписал? Нет, неправильно. Вот здесь плюс 6а, плюс 6а. Давайте мы теперь сделаем группировочку, наверное, да. То есть вот так можно и вот так в целом, да. Ну, либо можно группировать вот эти и потом вынести здесь по ФСУ, либо можно группировать вот эти, то есть здесь вот это в одну скобку возьмем и вынесем х, да, здесь вынесем минус а и останется а минус 6. Так, стоп. Нет, что-то не так. Видимо, не так. Давайте, значит, нет, так не получится. Давайте все-таки, значит, как я первоначально думал, да, то есть 6а минус 6х в одну скобочку, да, плюс х в квадрате минус а квадрат в другую скобочку. Здесь шестерочку вынесем, будет а минус х. Ну, и либо, ну да, а минус х, хорошо. Здесь будет, по формуле сокращенного умножения, будет х минус а на х плюс а. И давайте я вот здесь вот вынесу минусик, чтобы знаки поменять. То есть минус 6а вынесу, да, тема отрицательные числа и раскрытие скобок, если что. И будет не а минус х, а х минус а. А теперь я это группирую, то есть общая скобка будет х минус а, а во вторую скобку пойдет все остальное, х плюс а минус 6. Отсюда х второе у нас равно а, х третье у нас равно, все остальное кидаем в другую сторону, будет 6 минус а. Давайте чуть поуменьшим, потому что очень мало места будет. А я не хочу дергать экран, чтобы вам было некомфортно. Поэтому вот постараемся вот так вот, надеюсь, вам хоть что-то видно. Вот. Давайте наши, давайте вот это сожмем и запишем наши ответики. У нас либо, либо х первое равно 0,5, либо х второе равно а, либо х третье, по-моему, первый раз, когда у нас три ответа, да? Ну, ничего, будем делать. Либо х третье 6 минус а. И давайте, прежде чем мы заполним вот здесь системку, вот тут, давайте мы пролешаем третий, четвертый и пятый пункт. Например, давайте вот здесь третий сделаем, да? 4х минус 1 больше нуля, то есть выйдет х больше, чем 0,25. И можно третий пункт и пятый объединить, да? То есть, вот, если третий у нас от 0,25, да? А второй у нас от 0 до 3. А пятый пункт у нас от 0 до 3. То есть, пятый пункт у нас вот здесь, причем точки закрашены, да? А третий пункт у нас вот тут. Поэтому можно объединить вот этот пункт и вот этот пункт, да? Чтобы меньше писать и меньше подставлять. Это все будет х от 3 включительно до выколотая 0,25. Понимаете, да? Вот это и вот это. Вот мы объединили в одну строчку. Можно еще в целом вот это упростить. В целом, по такому же принципу, как мы его тут делали, на вот такие скобочки разбить, можно не повторять это, да? Но в пункте 2, давайте я пронумеру их. А вот пункт 1, вот пункт 2, вот пункт 3. Вот этот пункт здесь абсолютно то же самое, что и тут. Надеюсь, понятно, да? Вот, то есть, вот это у нас строго больше, либо равно 0. Как-то, как-то так. Теперь давайте рассматривать разные виды ответов. То есть, мы рассмотрели, значит, ответы. Вот у нас получилось 3 ответа. И у нас к ним есть 2 ОДЗшки. Вот. Давайте мы наши ответы будем подставлять под ОДЗ и смотреть, что будет происходить. Давайте как-нибудь вот так вот. Значит, давайте слева направо, вот так вот. Если... Если x1 равно 0.5, то а... То что будет с а? Подставляем 0.5 под все ОДЗ. Получится, что у нас? 0.25 меньше, чем 0.5. Меньше, либо равно 3. Здесь нас все устраивает. Здесь мы и не паримся. Здесь будет 0.5 минус а. Здесь будет... Я только сразу посчитаю, чтобы две строчки не расписывать. Будет 0.5 минус 6. Будет а минус 5.5. Вот так будет. И все это больше, либо равно 0. Вот здесь вот нас просто все устраивает. То есть мы эту строчку просто убираем, а она как бы говорит о том, что все четко. То есть 0.5 подходит под это. И нам осталось решить только вот этот интервальчик. Рисуем прямую. Метод интервалов у нас 0.5 и 5.5. Причем точки в обоих случаях закрашены. Давайте подставим 100. У нас будет минус. Здесь будет минус плюс. Ну и дальше они будут поочередоваться. Нам подходит больше, либо равно 0. То есть ответ будет вот этот. Чудно. Это если первый ответ у нас. Давайте вот напишем, да? От 0.5 квадратная до 5.5 квадратная. Это у нас а принадлежит. Сделали. Пункт. Х2 равно а. Что тогда будет? Подставляем ашечку вот сюда везде. Что у нас будет? 0.25. Меньше чем а. Меньше, либо равно 3. Здесь будет а минус а. То есть будет... Ну все превратится в 0. Надеюсь понятно, да? Будет а минус а. Короче, будет 0. Меньше, либо равно 0. Да? 0 превратится. Умножение на 0 будет 0. 0 больше, либо равно 0. То есть говорит о том, что нас все устраивает. Отсюда. Давайте даже вот это можно мелко в целом. Вот это можно вот сюда даже. Она влезет. Отсюда выйдет, что... А принадлежит от выколотая 0.25 до 3 квадратная скобка. Это а принадлежит. Это второй ответ. Дальше. Если х3 равно 6 минуса, что будет тогда? Подставляем 6 минуса вместо х и сека. Что будет? Будет 0.25 меньше, чем 6 минуса, меньше, либо равно, чем 3. Здесь будет 6 минуса, плюс а. Все в 0 превратится, да? Да. Там тут все превратится в 0. Будет 0 больше или равно 0. Надеюсь понятно. Просто чтобы лишний раз не расписывать, потому что очень много действий всяких. То есть здесь будет 0, а в 0 превомножение 0 будет 0. И отсюда вот все. Вот это получится 0 больше или равно 0. То есть нас просто устраивает это. Что вот с этим делать? Давайте, чтобы убрать из каждой части плюс 6 в неравенствах, нужно каждую часть вычесть 6. Да? Получится минус 5,75. Меньше, чем минуса, и меньше, либо равно, чем минус 3. И теперь домножим на минус 1. Получим 5,75 больше, чем а, больше, либо равно, чем 3. Квадратная скобка от 3 до 5,75 круглая. Просто если я вот так вот буду каждый раз дергать, да? Ну типа видите, неприятно, поэтому я вот и стараюсь, скажем так, чтобы все на одном экране помещалось, чтобы вам было комфортно на все это смотреть. Значит еще раз, давайте я постараюсь, я понимаю, что тяжело возможно выглядеть, давайте просто по порядку. Нам дали пример. Мы написали, первое равно 0, второе равно 0. Выписали одзе. Значит аргумент логарифма больше 0. Мы на каждом уроке это делаем. Значит, то, что под корнем, больше, либо равно 0. Плюс, вот здесь я постараюсь не забыть, условия задания от 0 до 3х. Расписали каждому заданию свой подпункт. Решили первый пункт, решили второй пункт, решили третий пункт, или третий и пятый совместили. Получилось все вот это. Далее говорим, если ответ первый, подставили сюда. Если ответ второй, подставили сюда. Если ответ третий, подставили сюда. Теперь еще один момент нужно учесть. Если ответы совпадают. Давайте такую штуку писать. Значит, по очереди. Тут, так как три ответа, могут разные совпадения быть. Если х1 совпадает с х2. Х1 у нас 0,5. А х2 у нас а. Значит, а равно 0,5. Понятно, да? Вот. Далее. Если ответы х1 совпадают с х3. Тогда х1 у нас равно 0,5. Х3 у нас равно 6 минуса. Приравниваем их. Получим а равно 5,5. Если х2 совпадает с х3. 2 и 3 совпадают. Значит, х2 равно а. Х3 равно 6 минус а. Отсюда ашечку кидаем налево. Будет 6 равно 2а. А равно 3. То есть, в этих трех точках у нас будут совпадать ответы. Мы учтем это в самом конце. И теперь мы можем наконец-то рисовать итоговую прямую. Я вот для нее специально выделил место, чтобы на ней было много чего. Давайте посмотрим по ответам, какие нам точки нужны. 0,25. 0,5. 3. 5,5. 5,5. 5,75. Да? Давайте потихоньку. Значит, 0,25. 0,5. 3. 5,5. 5,75. 3,5,5. 0,5. 0,25. 3. Вроде все. Значит, вот это. Это а меньше 0,25. Вот так вот. А меньше, чем 0,25. А равно 0,25. А от 0,5 до 0,25. Вот это а равно 0,5. А от 0,5 до 3. А равно 3. Это а равно 5,5. Это а равно 5,75. Здесь а от 5,5 до 3. Чуть-чуть сдвинусь, потому что я там физически писать не могу. Тут вот эта штучка. Не знаю, видите вы ее или нет. А меньше, чем 5,75. А от 5,5 до 5,75. И здесь все, что а больше, чем 5,75. Ну, там нам, скорее всего, не понадобится. Посмотрим. Так. Надеюсь, вам все видно. Теперь отмечаем потихонечку ответы. Смотрим внимательно. Смотрим внимательно на первый ответ. Давайте первый ответ. Значит, первый ответ у нас 0,5. И все, что до 5,5. Поехали отмечать. Значит, вот здесь конкретная точка. Х1. Здесь Х1. Здесь Х1. Здесь Х1. Здесь Х1. Далее. Второй ответ у нас. От 0,25 не включительно до 3. То есть, вот второй ответ. Давайте не красным. Давайте синим. Х2 ответ. Х2 ответ. Х2 ответ. И до тройки включительно. Х2 ответ. Далее. Возьмем фиолетовый цвет. Третий ответ у нас. От 3 включительно до 5,75. Третий ответ. Третий ответ. и а вот третий ответ и третий ответ до 575 не включительно теперь что нам нужно сделать нам нужно выбрать вот здесь опять же условия вылетит у вас здесь вот а где при каком значении будет ровно один ответ ровно 1 давайте давайте назову оточним значит здесь у нас вообще нет корней нет корней да здесь нет корней здесь нет корней здесь нет корней значит один корень у нас где а нам подходит вот здесь вот-вот один ответ будет да вот воде выбираем вот этот интервал где у нас еще один ответ вот здесь вот у нас один ответ выбираем вот этот интервал еще в точке 05 у нас не 2 3 это будет А, 1, то есть здесь, если 0,5 подставить под каждый из ответов, везде будет 0,5, понимаете? Поэтому это как бы одно точка, а не две. Далее, в точке 3 у нас второй и третий ответ будут совпадать. Но здесь у нас три точки, да? Вторая и третья будут совпадать, и поэтому здесь будет не три ответа, а два ответа. Но нас два ответа тоже не устраивает, поэтому нам эта точка не подойдет, хоть мы ее и здесь записали. То есть нужно все-таки немножко понимать, нам нужна одна точка. Там написано 3, две из них совпадают. То есть будет одна и две совпадающие между собой, но все равно будет ответа 2. Надеюсь, понятие на этот момент, то есть нам тройка не подходит. И в 5,5 точки тоже совпадают, поэтому 5,5 нам ответ тоже подходит. Давайте записывать ответ, то, что мы только красненьким обозначили. Ответ наш будет. Значит, круглая. 0,25. Закрашенная 0,5. Ну, квадратная в смысле 0,5. Квадратная 5,5. До круглая 5,75. Вот такое задание мы сегодня решили. Довольно-довольно трудное. Тут много тонкостей есть. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Вот, если опять же вы первое это видео открыли, советую плейлисту сначала пройтись. Там задание намного попроще. Это уже все-таки 10 задание. Подписывайтесь на телегу, ставьте лайк ульсера, подписывайтесь на ютюбчик. Будет очень приятно мне. Деньги ваши не нужны. Достаточно там лайк ульсера прожать. Увидимся на 11 уроке. Всем пока. С вами был Спартак Спартакович.